Всем здравствуйте! У нас первая встреча по такому уже не то чтобы традиционному, но достаточно имеющему историю на факультете спецкурсу, который называется «Разработка программного обеспечения для GNU-Linux». Проходите скорее. Для тех, кто смотрит нас в YouTube, я думаю, вы уже все знаете про меня. Меня зовут Георгий Курячий, я сотрудник компании «Базальт СПО», собственно, занимающийся выпуском продуктов на базе российского комьюнити состоит из многих людей, большая часть русскоязычной. Репозитория, которая называется CZIF, мы делаем на базе него дистрибутив, выпускаем всякие продукты. В общем, такой российский Linux для сообщества кажется единственным в России для сообщества Linux. Ну вот, и я, значит, помимо того, что я сотрудник компании «Базальт СПО», я еще член этого самого Linux сообщества «Альт Линукс Тим» она называется. Вот, такой довольно активный. Еще я работаю на факультете в учреждении математики и кибернетики, и наши с вами встречи – это просто трансляция лекций, семинаров в YouTube. Да, компания моя, значит, собирается включить этот курс в список своих собственных курсов, наверное, это получится, а может быть нет, давайте не загадывать. Но в любом случае, например, монтаж лекций как раз делается, значит, оплачивается компанией «Базальт СПО», присущийся здесь в Италии, не только снимает, но потом еще делает оформление, выбрасывает, значит, мое блеяние в эфире и всякий тупеж. Вот, тем мы, значит, и занимаемся здесь. Вот, сегодня у нас будет вводная такая лекция номер 0. Чему будет посвящена наша вводная лекция? Наша вводная лекция будет посвящена тому, чему не будет посвящен весь остальной курс. Вот, да, большая часть нынешнего плана лекции про то, чего я говорить не буду. Я так подробно раз буду рассказывать про то, про что я не буду рассказывать, чтобы вы понимали, какой объем предварительных знаний, возможно, в самых поверхностных, возможно, вы сможете их получить в процессе работы. Но от вас потребуется и не будет непосредственно упакован в лекции. Вот, значит, поскольку нас интересует разработка под Linux, вот это самое под, оно означает одновременно и Linux, как такое окружение предназначенное для разработки. И то приложение, которое мы делаем, простейшая программа, тоже должна быть как бы Linux-ориентированной. Вот, поэтому от вас потребуется, и это будет у нас в домашнем задании, обеспечить себе доступ к какой-нибудь Linux-системе, такой, на которую вы, как там условный админ, можете ставить всевозможные пакеты по тому запросу, который будет в домашнем задании. Мы будем пользоваться различными инструментами. Скорее всего, вам потребуется их поставить. Тут же нас спрашивают, люди, будут ли дублируются лекции в YouTube, в Routube. Routube не умеет функции дублирования из YouTube, а еще Routube требует денег за подписку на заведение видеоблога. Поэтому нет, в Routube ничего дублируется не будет. Но, как вы уже видели по лекциям, например, питоновским, смонтированный вариант будет выкладываться не только в YouTube, но и на Яндекс.Диске факультетском, оттуда его можно смотреть безо всяких приседаний вокруг YouTube. Итак, что вам потребуется в минимальном виде, но потребуется это устанавливать, обновлять и вообще как-то работать с пакетами в вашей Linux-системе, к которой вы получите доступ. Вот. Немножко понимать, что в разных дистрибутивах, в различных сообществах пакеты могут иметь различные наименования. И поэтому, когда я говорю поставьте там библиотеку дев-версии в Альте, это будет означать, например, что в каком-нибудь Дебяне и Любунте версии будет называться... В Альте называется девел, а там она будет называться дев. Вот. А в какой-нибудь Федоре и вообще вот RedHat ориентированном дистрибутиве еще как-то. То есть такие вещи надо будет самостоятельно уметь выяснять. Возможно, вам захочется настроить в этой самой машине, на которой вы работаете, какие-то службы. Вот это все, никакое администрирование в наш курс не входит совсем. В нашем курсе я буду пользоваться редактором Vim, потому что я им пользуюсь с момента его изобретения. Изобретение редактора Vim. Нет, дольше. Я начинал с редактора Vim, тогда еще редактора Vim не было, поэтому у меня пальцы сами на это заточены. Вот. Дао Vim довольно непростое. Вот. И если у вас нет идеи его освоить, то, пожалуйста, разберитесь, в каком именно текстовом редакторе консольном вы будете работать. Почему консольным, то есть связанным с текстом экрана? Потому что все, что мы сейчас будем делать, будет рассчитано в том числе и на удаленную работу на каком-то Linux-сервере, который вообще не находится на вашей машине, куда вы подключаетесь к спецификюри-шеллу. Вот. То есть тот интерфейс, которым мы будем пользоваться, будет исключительно текстом. И это, с одной стороны, такая фишка, с другой стороны, повышение пространства возможностей. Например, об этом я скажу еще в конце. Я могу вам просто выдать аккаунт на специальном сервере, предназначенном для выполнения домашних заданий по этому курсу. Вы туда будете ссыхаться и выполнять там домашние задания. Там все настраиваю я. Все вот эти скиллы, в общем, понадобятся мне, а не вам. Все, что я буду демонстрировать, будет происходить в виде диалога командной строки. Я сегодня уже наблюдал в 321 группе людей, которые эту командную строку, как это видели, видимо, в курсе осей во втором семестре, ужаснулись и забыли, как страшный сон. Если вы забыли командную строку, как страшный сон, вы точно пришли не туда. Потому что ничего другого, выразительные, объяснительные средства, они будут в первую очередь применяться, для них будет в первую очередь командная строка. Про терминал это немножко ложь. Я расскажу про терминал на следующей лекции, потому что следующая лекция у нас будет посередина как раз терминальным приложением с использованием библиотеки курс. И тем не менее, про то, что такое терминальное устройство, как им управлять, всякие Ctrl-C, Ctrl-S, почему мой терминал ничего не выводит, а нажмите Ctrl-Q, он выбил кучу всего. Вот это вот все, конечно же, было бы неплохо, чтобы у вас было хотя бы в каком-то виде в голове. Естественно, опыт работы с командной строкой. Очень желательно, чтобы вы с ней работали чуть более, чем набор клавиш одним пальцем, потому что у современных интерпретаторов командных строк, особенно у Z-Shell, есть бездны каких-то возможностей удобных, которые позволят работать с командной строкой практически мгновенно. Я иногда так буду делать прямо на лекции, не потому что я такой вредный, а потому что у меня пальцы уже сами это помнят. Вот, значит, и как там прибить процесс в Linux? Ну, короче говоря, вот если вы запустили программу, она не останавливается, вот это вот все. Понятное дело, что это не имеет прямого отношения к собственному процессу разработки, вы это примерно должны знать. Предполагается, что вы умеете как-то программировать на C. Там очень жесткой дисциплины программировать не требуется. Более того, я буду демонстрировать на лекциях крайне безобразную и разгильдяйскую дисциплину программирования. Мы об этом тоже поговорим, почему это плохо и как надо на самом деле. Вот. Но уметь написать там не только Hello World на C, а там какой-нибудь программу с использованием простейшей библиотеки тоже требуется. Значит, потребуется знание, базовое знание работы с ГИД, потому что ваше домашнее задание, а отчетом по этому курсу является своевременное решение домашних заданий по каждой лекции. Именно своевременное, да, не прокатит все решить в конце семестров. Отчетом по данному курсу является помещение своевременное в репозитории ГИД специальный, который вы зарегистрируете, когда будет регистрироваться на курс, решение вашей домашних заданий. Соответственно, предполагается, что все это вы тоже умеете, ГИДом мы с вами заниматься не будем. Если вам понадобится доступ к серверу практикума, то вам понадобится умение работать с Security Shell. Вот это то, о чем у нас был разговор в этой лекции. Ну, например, в прошлом году все участники нашего спецкурса оказались собственным линуксом, и я никому не выдавал аккаунты на сервере практикума. Все предпочли, значит, вот эти вот скиллы либо обрести, либо, значит, прокачать. Такие дела. Вот это вот то, значит, о чем, что будет предполагаться более или менее известным нам с вами здесь присутствующим. Вот. Уж извините. Сегодня, поскольку у нас лекция вводная, сегодня будет, наверное, разговор в стиле исключительно бла-бла. Но, чтобы вы понимали, уже в следующий раз, давайте посмотрим на прошлый семестр, уже в следующий раз, вот, уже в следующий раз у нас ждет вполне себе полноценная задача на создание вполне полноценного приложения под линукс. Вот. Так вот, если посмотреть на курс прошлого года, кстати, всем советую это сделать, это очень познавательно, потому что там вся программа выложена. Да? Пожалуйста, у нас в конце будет домашнее задание, которое делается вот так. Вот смотрите. Вот это решение домашнего задания. Правда, я чуть-чуть переборщил. Это чуть больше, чем то потребуется от вас. Я там цвет какой-то вбил, еще чего-то. Вот. Это предыдущее решение моего домашнего задания. Я иногда решаю домашнее задание. Я зачастую решаю домашнее задание вместе с вами. Вот. Чтобы понять, не фигню ли я предложил. Ну вот. Значит, начинаем наши бла-бла. Значит, повторяю. Технические штуки начнутся с лекции номер один, а у нас лекция номер ноль. Разработка приложения. Это не то же самое, что сидеть, значит, в ЭДЕшечке и вписывать какие-то, значит, буковки на каком-то языке программирования в какое-то окошечко. В действительности, разработка приложения – это довольно длинный процесс. Вот. Я не знаю, в каком состоянии у нас сейчас на факультете курс, который называется «Технология программирования». Вот. Обычно вот там должны объяснять про то, что такое… про то, как вести проект, про то, как совместно работать с ним, как… Вот. Значит, собственно, разработка состоит из того, чтобы написать исходный код, написать документацию, засунуть туда дополнительные всякие файлы, которые у вас будут демонстрироваться и так далее. Дальше. Время от времени, я бы сказал, очень часто, вы из этого исходного кода делаете сборку запускаемого программного продукта. Вот. Поскольку у нас будет программирование на сию, то, разумеется, без компиляции и компоновки не обойдешься. Вот. И этот продукт надо тестировать и отлаживать. Вот этот цикл, вы что-то пишете, собираете, тестируете, пишете, собираете, тестируете – это разработка, так сказать, as is, да, в чистом виде. Вот. Еще немножко, помимо того, что входит в понятие разработка, видите, тут отмечено галочками, то, о чем мы поговорим. Еще немножко мы поговорим о том, как вот то, что вы написали, оформить таким образом, чтобы оно нормально устанавливалось. Потому что очень часто бывает, особенно в современности, люди написали какую-то программу, говорю, ну, собрать, берите ее в свой домашнем каталоге, оттуда запускайте, она заработает. Вот. У этого, этот принцип по-своему хорош, но у него есть много минусов, о которых мы тоже поговорим и поговорим, как оформлять, так сказать, ваше творчество дистрибутивно. Значит, мы не дойдем до сборки пакета полноценного, который можно прямо установить в операционную систему ваш дистрибутив, мы не дойдем до этой фазы последовательно. Если нам хватит времени, я устрою вместо последней лекции показательную сборку пакета под Альфлинукс, вот. Но в это время будет, ну, как сказать, там будет довольно большой объем некоторых знаний, которые вы не получите за этот семестр. Вот. Это не касается студентов лаборатории базальт-эспо, которым в качестве отчета перед базальт-эспо придется доказывать свое владение этим инструментом. Вы не думаете, что я вас, как это, что вы останетесь без помощи, мы сделаем маленький курсик на эту тему. А может быть и большой, а может и вы на факультету пропихнем. Потому что это интересно. У меня такой курс когда-то был. Ну вот. Как нас учат в школе, в младших классах, цикл разработки программного обеспечения состоит из трех стадий. Вы редактируете, потом что-то собираете, если это написано на компилированном языке, а потом запускаете. Оно у вас падает, вы снова редактируете, снова собираете, снова запускаете. Оно работает, но неправильно. Вы опять редактируете, собираете, запускаете. Вот. Поэтому, прежде чем приступать к исследованию каких-то инструментов, которые нам помогут в разработке приложений, давайте разберемся с этим циклом. Для редактирования. Что нам нужно? Ну, это, текстовый редактор нужен. Что нужно от текстового редактора? Вообще говоря, современные такие большие системы редактирования для профессионалов, такие, знаете, где можно писать по нескольку десятков киловайтов кода в день. Вот это вот все. Это такие монстры. Они называются IDE. Interactive. Integrated Development Environment. Вот. В которые встроено сразу все. Там встроен и редактор, и какие-то, значит, имманентные в этой IDE-шечке так называемые проекты. То есть, штуки, в которые вы говорите, как собирать проект. Причем они частенько бывают ни с чем не совместимы. То есть, только для этой IDE-шечки. Какие-то продж-файлы бинарные и что-нибудь такое. Какие-то, значит, отслеженные связи между файлами подковерными. Всякие штуки, связанные с онлайн-документацией, которые внезапно выскакивают из разных мест в вашем редакторе и так далее. Это все, конечно, очень приятные бонусы, но они не являются обязательными. И в нашем курсе они почти вам не помогут. Все равно, как бы, вместо чтения подсказки по какой-то неизвестной вам функции, лучше почитать документацию по неизвестной вам функции. Это гораздо лучше поможет понять, что она делает. Это я говорю, как знающий человек. Я буквально на днях пытался написать программу на Паскале, потому что так вышло. Мне надо было писать программу на Паскале, а там в качестве документации были только заголовки от функции. Дальше догадайся сам, значит, что они сделают. Это вот взял дискомфорт. Отладчик обычно встроен в ЭДЕ, но мы будем изучать внешний отладчик, тот самый легендарный ГДБ, потому что никакого другого отладчика так и не придумали за это время. Уж больно этот мощный. Рецепты диплоймента. Если они встроены в вашу ЭДЕ, вы говорите кнопочку «задеплоить то, что я написал куда-то», все остальное от вас скрыто до конца, и это не тот способ, которым мы хотим обучиться. Поэтому вот. Вот. Так что наши инструменты все будут внешними. Только синтактическая разметка в нашем редакторе вообще-то, конечно, никуда не денется, потому что она должна быть. В результате вот тот Linux-дистрибутив, который вы будете для себя делать, должен на самом деле содержать довольно много всего интересного в себе. Во-первых, конечно, тот самый текстовый редактор, удобный для вас, которым вам удобно пользоваться. Во-вторых, компилятор и компоновщик. Ну, то есть, GCC, LD, вот это вот все. Да, я буду пользоваться GCC. В-третьих, дополнительные библиотеки или модули, с которыми вы скомпилировали, ну, библиотеки, модули для Python, библиотеки, с которыми вы скомпилировали свою программу, чтобы она вообще запуститься могла. Если у вас нет соответствующей библиотеки, она просто не запустится, скажет, что какой-то символ неразрезован. Вот. Те же самые библиотеки, но в сборочном варианте, потому что для сборки бинарника с использованием какой-то библиотеки недостаточно иметь саму библиотеку. Да, можно, например, хотя бы инклиники нужно. Система контроля версий – GID. Ну, GID у нас входит в требования по домашнему заданию, поэтому будет GID. Вот. Значит, в процессе нашей работы мы будем ставить в наше окружение всякие другие штуки, например, инструмент для поддержки переводов. Вот. Это значит, что ваша программа, и в том числе, там, условно, ваш makefile будет вписан еще и последовательность команд, которые преобразуют, обновляют переводы, компилируют их, вот это вот все. Это тоже инструмент, который будет входить в наше окружение. Собственно, работа со сложными проектами, всякие мейки. Вот. Вот. У нас будет в этом семестре все еще такие старорежимные make и автотулс. Вот. Переход на всякие модные, ну скажем, на ниндзя-мизон планируется, но пока что я не придумал, как полностью то, что я умею делать с make и автотулсом, заменить на make и мизон. Возможно, это вообще нельзя сделать, мне надо смириться и просто упростить этот кусок. Вот. Инструменты информационные для того, чтобы исследовать всевозможные порождаемые вами, а также сторонние бинарные штуки. Вот. Всякие елеф... Редельф. Редельф, да. Всякие редельфы, вот это вот все штуки. Именно так. Вот ровно их. Вот, да. Вот эти, да. Они будут появляться по ходу лекции. Вам останется только воспользоваться вашим скиллом по установке, узнать, как они называются в вашем дестрибтиве и поставить. Разумеется, осладчик, всякие штуки, вот. Вот. Смотрите, получается довольно мощный набор инструментов, которые внезапно при установке какой-нибудь обычной Ubuntu на обычный компьютер отсутствуют. Потому что они, в общем-то, не нужны для повседневной жизни, если только вы не разработчик вот этого всего. Вот. Так что от вас ждется, от вас ожидается, что вы сами сможете, значит, ставить эти самые пакеты. Вот мы это. Давайте разделим вот этот вот конгломерат на три шелона. Во-первых, это то, что я назвал словом инструментальной зависимости. Кажется, такого термина формального нет, его придумал я. Это такое ПО, которое необходимо для вас лично, как для человека, чтобы удобно разрабатывать. Разумеется, текстовый редактор, разумеется, гид, разумеется, отладчик, разумеется, руководство к тому, на чем вы разрабатываете, всякие маны, шманы, вот это все. Вот. Возможно, какая-то подсистема с тестами. Кстати, тестирование у нас тоже будет в плане курса. То есть все то, что улучшает процесс разработки, возможно, даже входит в дисциплину разработки, то есть без чего вы, в принципе, не можете дальше двигаться. Но, внезапно, что не является необходимым для сборки. Вот. Следующий уровень – это сборочные зависимости. Это такие инструменты, которые нужны для того, чтобы из исходных текстов сделать программный продукт дистрибутивный. Ну, бинарники, грубо говоря. Это всякий, собственно, компилятор, это всякие мыки, это те самые девел-версии библиотеки, инклюдники, это какие-то преобразовательные исходники, другие преобразовательные исходники, подготовка документации, обработка изображений. Короче говоря, если в ваш программный продукт входит, условно говоря, бинарник, какие-то картинки и какие-то переводы, то инструменты подготовки этих переводов, компиляция этого бинарника и преобразование этих картинок, если оно требуется, это уже сборочное окружение. Значит, без этого никакой робот, никакой автомат вам не соберет ваш программный продукт. Наполнение сборочного окружения хорошо видно, если кто-то пользовался GitHub Actions, это как раз вот оно. Вы говорите, разверните мне Ubuntu в GitHub Actions, говорите, поставьте туда вон то, вон то, вон то и вон то. И вот то, что вы ставите для сборки вашего продукта, это и есть сборочное окружение. Вот. В более простых инструментах, инструментах более простых, чем GitHub Actions, этот объем, объем это сборочное окружение может быть меньше, да, ну вот. Третий эшелон, третий уровень, это эксплуатационные зависимости. И это только то, что необходимо, чтобы ваше приложение заработало. Эксплуатационные зависимости, как правило, гораздо более узкий класс того, что нужно иметь на компьютере. Вот из этого безобразия формально у вас на компьютере ничего может не быть, чтобы запустить вашу программу. Вообще ничего. Фактически, конечно, установка девелверсии библиотек приведет к тому, что сами библиотеки тоже будут установлены, но и только. Отсюда вывод. В таком современном понимании понятия разработки у нас то место, где мы программируем, то место, где мы собираем дистрибутив и то место, где мы потом его, куда мы потом деплоим и, например, тестируем, могут отличаться. Это три разных места. Я видел людей, которые не испытывают дискомфорта, сидя дома, значит, и программируя в каком-нибудь электроне. Потом все это деплоят в гид. Потом гид за них все собирает. В смысле, гитхаб. За них все собирает. У них компилятора дома нет. Гитхаб за них все собирает, выдает ошибки. Они такие, о, ошибки. Сидят в редакторе и правят. Потом опять пишут все на гитхаб. Гитхаб говорит, о, ошибки. Вот так вот работают люди. Мне это кажется, конечно, очень смешным, но если подумать, предположим, вы свой проект делаете кроссплатформно, одновременно на винду и на линукс. Что же для этого, ставить и винду и линукс, что ли, на свою машину? И страдать? Нет. Вы вполне можете вести себя так, как этот человек, или выбрать промежуточный вариант. Разрабатывать под линукс, а все остальное там винда, macos, разные версии дистрибутива линукс. Проверять уже там гитхаб экшен, со словами. Вот поставь это вот туда, запусти там, посмотрим, собирается ли в винде. Вот. Мы этим всем заниматься не будем, потому что у нас название курса. А там ни слова винда. Мы с вами, в процессе нашей работы, будем использовать не вот этот современный вариант, а ускульный вариант, в котором в сборочное окружение установлено вообще все необходимое и для разработки, и для последующего запуска, ну, по крайней мере, тестового. Да? Чтобы вот ваша программа, которую вы собрали, можно было тут же и запустить. Вот. Просто имейте в виду, что это не финал. Да? Вот. Финал должен стоять в том, что мы должны все это упаковать, потом установить, и это должно работать без инструментальных и сборочных компонентов. Такие дела. Ну вот. Значит, поскольку я сегодняшнюю лекцию подсократил слегка, и мы не будем говорить про Secure Shell, то давайте тогда успеем поговорить про ГИД. Я тут, кстати, в моей попытке сделать практику для третьего курса довольно позорно его, значит, провел. Вот. Люди, оказывается, в общем, не очень умеют ни в ГИД, ни в Secure Shell, несмотря на то, что и тем, и другим они пользовались вроде как, особенно ГИДом. Вот. Я даже нарисовал в результате, по результатам, значит, анализа тех ошибок, которые я проделал на практике неделю назад, я даже нарисовал вот такую картинку. Сейчас мы ее посмотрим. Вот такую картинку. О! Вот. Значит, здесь изображен такой типичный цикл разработки. Он еле умещается в картинку. Вот. Такой типичный цикл разработки, связанный с системой контроля версий. Этот цикл разработки имманентен, как сказать по-русски. Так и скажу, имманентен. Именно распределенный системой разработки ГИД в других системах, например, централизованных, он короче. Поэтому к этой штуке мы еще вернемся. А пока давайте поговорим вообще о системах разработки. Да. Если кто-то все еще не знает, где учебник по ГИД, вот учебник по ГИД. Он даже есть на русском языке, но можно и на английском. Вот. Тут информации гораздо больше, чем вам понадобится. Вот. Но поскольку он написан достаточно гладко, вы можете, так сказать, начать читать сначала и закончить тогда, когда вам надоест. Вот. Вот. Да. Значит, система контроля версий. И это такое программное обеспечение, которое выполняет всего три задачи, на самом деле. Первая задача, это версия, не исторически первая задача, это версионирование. Идея состоит в том, что ваш исходный код меняется. И когда он меняется, было бы неплохо как-то это отметить. Какой версии, не знаю, тот файл, который вы сейчас редактируете. Самая первая система контроля версий, которая называлась RCS, ровно так и была устроена. Она вставляла в код на си комментарии, каковой версии этот файл. Вы отредактировали файл, RCS увеличила версию на единичку. Больше она ничего не делала. Даже такой тупенький подход позволял очень неплохо синхронизироваться именно в плане процесса разработки. Когда вы брали этот архив со своим программным продуктом, архивировали его на магнитную ленту. Потому что тогда таким образом обменивались информацией. Приезжали с этой лентой на конференцию, отдавали коллеге. Коллег дома ее заархивировал и видел, что у него есть этот программный продукт, но более старых версий. И прямо видно, что тут в комментарии написано, что тут больше, а тут меньше. Понятно, что на что заменить. Понятное дело, что следующий уровень версионирования, в смысле уровень услуг, который может предоставить такой инструмент, это хранение этих ваших исходных текстов. Потому что тогда вы можете иметь доступ вообще к любой версии вашего файла, просто сказав, а вот покажи мне в этом хранилище, а как выглядел этот файл год назад. Он говорит, никак, полгода назад репозиторий занял. Ну хорошо, месяц назад. Он говорит, да так же, как сегодня, ты его как завел, так и не правил. Ну или нет, или есть история. Вот, хранение, версионирование и наконец последнее, и собственно главное, из-за чего все эти системы контроля версии вот в последние там 20 лет больше. Взлетели 30. Это совместная разработка. Одно дело, когда один-единственный человек занимается разработкой, и у него в голове есть какая-то картина того, что должно получиться. Совершенно другое дело, когда таких людей более одного, они сидят во всех уголках земного шара, у них разные часовые пояса. Один, значит, в Китае, другой в Америке, третий в России. В общем, это очень сложно. Организовать взаимодействие над единым кодом, если вы не сидите в одной и той же конторе каждый день, перекрикиваясь через перегородку. Вот. Люди, которые сидят в одной и той же конторе, перекрикиваясь через перегородку, еще там, не знаю, я сколько, шесть лет назад был свидетелем, как они держат свои файлы в виндовой файл помойки при разработке. Ну, в общем, нашарен виндовой. Они даже начали изобретать систему контроля версии. У них были каталоги с... Ну, вот. Ну, так, конечно, делать нельзя. Общие свойства системы контроля версий. На них наматывается еще одно свойство дистрибуционной распределенности. Распределенные системы контроля версий устроены таким образом, что нет никакого единого места хранения, куда вы запихиваете весь код. Есть у каждого пользователя какое-то место, куда он публикует результаты своих действий, а другой пользователь из этого места, значит, эти результаты подгребает. С точки зрения организации командной работы все равно может случиться так, что у вашего проекта есть один-один на гитхабе репозиторий, и все вы, значит, результаты работы всех вас туда помещаются. Но дисциплина работать с таким репозиторием в это очень разная. Бывает так, что люди действительно имеют... Они выступают как бы... У них есть совместный доступ к одному и тому же репозиторию. Если этих людей 3 человека, и они умеют друг с другом договариваться, очень хорошо. Если этих людей 20, совместный доступ к единому репозиторию вызывает много всяких интересных дисциплинарных штук. 20. Самый простой способ — это просто сделать так, чтобы у каждого из этих людей был свой собственный публичный репозиторий, куда они публикуют изменения, а некоторые главные эти бы изменения собирал, ревьюил, смотрел, что в них не так, если так, значит, принимал... Совместной разработкой мы с вами заниматься не будем в этом семестре. В следующем семестре у нас есть кафедральный курс кафедры СВК, который так и называется «Соместная разработка приложений на питон». Вот там мы будем заниматься ГИТом именно как инструментом взаимодействия в команде. Значит, если вернуться к ГИТу, ГИТ — это именно что распределенная система контроля версий. У вас всегда существует... Давайте мы теперь откроем эту картинку. Нечто под названием «удаленный», он же публичный репозиторий, то есть то, куда вы что-то публикуете. Дальше вы совершаете операцию «клон». Дальше вы получаете полную копию удаленного репозитория на локальной машине. ГИТ хранит полностью весь репозиторий, если только вы не сказали, сделай мне там клон с глубиной истории 3, но это большая редкость, так обычно не делают. Вы работаете с этим локальным репозиторием, можете его изменять, и в конце этой работы, внеся сколько угодно изменений, сколько вам показалось нужным. Публикуете результат. Локальный репозиторий отличается от удаленного, как правило, тем, что помимо репозиторий там еще есть такая штука, называемая рабочая копия. Рабочая копия — это, собственно, ваши файлы. Понятное дело, что помимо тех файлов, с которыми вы работаете сейчас, в репозитории лежат еще и все остальные файлы, с которыми вы работали когда бы то ни было. ГИТ устроен таким образом, что он не хранит какие-то дифы, патчи, он хранит вообще все, что вы когда бы то ни было поместили в этот репозиторий. Если вы думаете, что это много, вспомните, сколько занимает один фильм скачанный. Вы столько не напишите в жизнь. Поэтому нет, это немного. И так гораздо удобнее у вас. Реально во всех объектах лежат все файлы, которые когда бы то ни было были помещены в репозиторий, и между ними просто такие, значит, стрелочки. Вот из такого состояния, из вот этих вот файлов, это называется в гите 3. Бранч, бранч он же. Нет, бранч — это другое, 3 что это называется. Из вот такого состояния этот комплект файл превратился вот в такое, в результате ваших работ, в удаче вашего коммита, а из такого в такое. Вот. И это и есть понятие коммит. Да? У вас есть некое состояние репозитория, вы что-то правите, вы отмечаете некоторые файлы на добавление в репозиторий, вы говорите коммит, получается коммит. Потом возвращаетесь обратно, снова правите, снова добавляете, снова коммитите. И так делаете до тех пор, пока вам не покажется, что вы работу сделали, и ее можно публиковать. Тогда вы говорите git push, и все это уезжает в редоленную позицию. Вот. Вот он этот цикл, описанный текстом. Первичное клонирование, что-то клонируете, дальше синхронизация, дальше изменения, дальше выбираете, что коммитить, коммитите, и бру-бру-бру-бру по кругу. И в конце концов публикуете. И снова, после того, как вы произменить тогда. Что еще на водной лекции хочется сказать? Пожалуй, ничего. Давайте поговорим немножко про сборочные средства. Это будет буквально последнее на сегодня. Про то, чем вы будете, как вы будете, из чего будете делать эту самую свой линукс. Значит, смотрите. Если у вас есть линукс на вашем компе уже где-то, пользуйтесь им. Только помните, что вот это. Вам придется подоставить туда всякого. Вот. Я не знаю, как у вас, у меня со времен, когда я еще видел винду, было ощущение, что алгоритм подоставить на винду всякого приводит к превращению этой винды в тыкву. Там все начинает всему мешать, полная разноверсица. Вот это все. С линуксом, слава богу, не так. Вот. Потому что единый репозиторий, с которым вы все ставите. Но, тем не менее, значит, если у вас вызывает странное ощущение, что вот может быть не стоит этого делать, смотрите сами. Вот. Вы можете вместо какого-то дистрибутива использовать какой-нибудь дистрибутив сообщества Altinux Team, который выпускает в основном наша компания. Вот. Взять его отсюда. Бонус единственный. Два бонуса, которые вы получаете. Первый бонус. Русскоязычное сообщество. Там есть у кого спросить. Второй, более главный бонус. Я член этого сообщества, можно спрошить у меня. Если у меня спросите, как делать что-то в Ubuntu, я могу и не ответить. Не то, чтобы я могу не захотеть ответить, я, наверное, попробую, но я могу сказать, не знаю. А если у меня спросят, как сделать что-то в Ubuntu, я не могу не ответить. Вот. Ну, потому что, как это, а для чего тогда я здесь. Вот. Значит, да. А какие вообще еще преимущества можно получить от Altinux по сравнению с Altinux? Вхождение в Team. Если вы немножко настреполитесь работать с Altinux, вы можете вообще его изменять по собственному усмотрению. Я, собственно, ради этого пошел туда работать. Я понял, что мне не нравится, как каждый раз, там вот, я-то FreeBSD пользовался, мне не нравится каждый раз, скачивая новую версию, значит, этого FreeBSD-шного пакета, ее руками патчить, или автоматом, значит, накладывать эти патчи. Потом еще что-то делать. Потом еще хранить вот это все пересобранное где-то за углом, потому что мне нужны новый пакет. Я решил, я лучше, значит, вот пойду в компанию, которая платит мне деньги за то, что я пакеты модифицирую так, как хочу, чтобы они выглядели. Вот. Помещаю его в репозиторий и ставлю его в следующий раз на все машины, которые хочу. Вот. Плюс, конечно, это вполне себе профессиональный рост, потому что, как вы могли догадаться, даже по плану нашего курса прошлогоднего, даже базовое владение сборкой под Linux, это уже некоторая вот ориентация в этом пространстве. Вот. Плюс это, в общем, рост может быть даже и карьерный, потому что мы, в принципе, вот нам всегда нужны разработчики. Те, которые в теме. Такие дела. Вот. Больше плюшек нет. Это такие моральные плюшки, да? Нет, почему моральные? Если вы попадаете на работу вальто, это не только моральные плюшки. Вот. Значит, каких-то сногсшибательных отличий дистрибутива, дистрибутива совочета от Linux Team от того же Debian я не могу привести вот так вот сходу прям сногсшибательных. Вот. А они на чем родились? Ни на чем. На Альте. На Сизифе. Значит, ну, если вам интересно, в 2000 году после выхода Windows 2000 в мире возник бум перехода на Linux, потому что интерфейс Windows 2000 по сравнению с интерфейсом Windows 98 вызывал у людей нешуточный испуг. Они думали, зачем мне вот это вот все? Да. А еще он был в 10 раз больше, чем Windows 98. Ну, зачем? Дайте я попробую Linux. Понятное дело, что 99 процентов Linux тогда был очень такой платформой для гиков, для тех, кто совсем в теме. Ну, а там 98 процентов отпадало, 2 процента, ну, значит, вот. И это были люди средней степени, так сказать, гекканутости. То есть это были такие вполне продвинутые пользователи. И внезапно им захотелось, чтобы в этих самых Linux появлялись всякие, ну, локализованные варианты, да. Там переведенный интерфейс. Вот. И в 2000 году стартовал бум локализованных дистрибутивов для различных стран. Вот. Частично были компании, которые там выпускали конкретный дистрибутив для конкретной страны. Скажем, был такой Pardus, Linux, персидский этот, иранский. Вот. Ну, и там много было. PLD, Polished Linux Distribution на польском и так далее. Вот. А были компании, типа компании Mandrake, которые специализировались на том, что они вообще переводили вот их дистрибутив. Он тогда базировался на Red Hat. На разные, значит, тогдашные Red Hat, разумеется, 2000 год, на разные языки. И они пришли в Россию и сказали, сделайте нам Mandrake Russian Edition. Была команда, которая перед этим работала там с мобильной операционной системой вооруженных сил. Вот. И оттуда ушла в полном составе. Которая согласилась в это делать. Сейчас мы вам сделаем Mandrake Russian Edition. В этой команде оказались настолько сильные люди, в смысле архитектурном, что уже через полгода они сказали так, ну Mandrake это какое-то странное поделье, вот, неудобное. Это суп из супа того супа, в котором варился Red Hat. Мы сейчас свой запилим дистрибутив. Нашлись люди, это наши бывшие генеральные директоры, его заместитель Алексей Евгеньевич Новодорский, заместитель и господи Алексей Владимирович Смирнов, бывшие наши генеральные, которые подумали, что это интересная тема в 2000 году. И уже в 2001 году вышел первый дистрибутив сообщества «Отленок стим», базирующийся на пересобранном тогда в этом Mandrake. Который не сопровождался никак Mandrake. Там везде были мантейнеры наши из нашего сообщества. И система сборки уже была наша. Вот. Где-то года через три или через два мы избавились от последних следов Mandrake. Это был инсталлятор, жуткий, написанный темным гением по кличке Pixel на перле. Вот. Отличающийся тем, что, значит, если вычеркнуть из него одну строчку, например, строчку «Выбрать цветовые темы», то он внезапно переставал ставиться с двух дисков. Вот. Ну, это был страшный код на перле. Вот. И с тех пор абсолютно, как сказать, независимый Sisyphus. Ну, давайте мы на него сходим, раз уж у нас есть время посмотреть на Sisyphus. В действительности я же рассказываю про Alclinux. Почему? Почему бы не сходить на Sisyphus? Вот. А, package Sisyphus уже не работает, да. Это старый сайт. Вот этот. Вот. Это новый сайт. Вот так примерно выглядит, в таком состоянии примерно выглядит Sisyphus. В нем, значит, порядка 20 тысяч пакетов. Вот. Под Albrus порядка 17 тысяч. Под Risk5 порядка 17 тысяч. Под Lungarch порядка 18 тысяч. PowerPC, мы кажется, не публикуем. Потому что больше нету российских PowerPC. Да. Их просто нету, да. Была компания Ядро, которая делала реплики OpenPower. Потом на нее наехали, она перестала делать репки. Не на чем эксплуатировать сейчас. Вот. Ну вот. Lungarch – это китайская архитектура, похожая на Arch, но не Arch. Ну вот. Значит, вот примерно так это выглядит. Вот давайте поищем тут меня. А где тут я? Монтейнерс. А где они тут Монтейнерс? А, вот Монтейнерс. Вот я. Монтейнерс, да. Говорят, что я Монтейнерс 351 пакет. Это что-то как-то далеко. Ну хотя, может быть, не знаю. Со мной вот недавно случился приступ прокрастинации. прокрастинация рисовал глифы в своем шрифте ну короче вот туда кстати относительно глифы в шрифте вот это мои глифы моем шрифте они отличаются вот такой буква к моей шрифты сейчас где слома гнифаер не вижу вот вот такой буквы к не отличается не знаю почему в школе мета кучи ну вот короче говоря да это такой конструктор ради конструктора с одной стороны с другой стороны у нас довольно много технологичных решений если вернуться вот сюда в деталь то мы увидим что есть десктопные варианты и очень большое развитие сервер виртуализации со всякими куберами и прочими пенс теками да и образовательный дистрибутив которые включат там кучу всяких образовательных этих штук вот есть значит так называемый стартер киты потому что вот тут меня студенты жаловать что последний релиз релиз официальный альтовый был довольно давно вот и там уже устаревшие пакеты вот стартер киты это сборки на базе стабильную версии репозитория современные их довольно много а кому хочется совсем так сказать острых ощущений то можете на роллинге это прям вот вас будут пакеты вчерашний стоять вот я пользуюсь везде роллинга кстати вот ну как бы я немножко держу руку на пульсе но это делать достаточно безопасно потому что у нас очень жесткая система проверки цельности и совместимости того что попадает в репозиторий ну грубо говоря если собрали пакет с новой версии библиотеки она предоставляет другие символы то вы такой пакет не припихнете в репозитории хуже того если вы собрали такую библиотеку а новая версия предоставляет другие символы не такие как старые этот пакет не попадет в репозиторию скажет пересоберите все пакеты которым нужны эти символы докажите что они собираются то есть где-то лет 15 назад 12-15 не помню мы запретили помещать в репозитории пакеты у которых есть ангеты которые увеличивают количество метров ангеты это не удовлетворенной зависимости их становилось все меньше где-то лет 10 от их стала ноль и с тех пор у нас вот по крайней мере технологически все пакеты совместим друг с другом кажется так больше нет ни у кого до сих пор ну вот так что я всегда сижу на роллинга у меня как бы главная проблема роллинга это когда обстрим скажем какой систем для какой-нибудь ленард наш потеринг чем-нибудь такое придумать несовместимый с предыдущей версии монтейнер это соберет а все остальные значит страдают вот логическое изменение в работе программы может сказаться потому что тестеры конечно ролик не то есть вот ну вот вот в общем можете начать с чего угодно вот если у вас вам не повезло и у вас винда есть винде штук который называется windows об системе for linux обращаем ваше внимание в сель 2 если в почтение вы нажали кнопочку там вы сели один бегите от него как можно дальше это попытка собрать ядро linux на такую специальную аппаратную архитектуру под названием windows работает очень странно вот поэтому полная виртуализация в сель 2 за счет там будет какая-нибудь какая-нибудь у бунта вот желательно не очень старая потому что она там какая-то очень старый но по крайней мере вы увидите нормальный linux там из которого все работает вот вы можете написать мне в личку и я вам выделю аккаунт на сервере практику мы сейчас я ключик только себе принесу вот здесь на сервере практику мы тут все все пакеты будут установлены те на которых я сам делаю домашние задания ну вот там все будет работать более того наверное я в будущем когда буду показывать технические все эти штуки я буду именно тут и все делать вот обращаю ваше внимание что сервер практику мы это виртуальная машина запущенная на моей рабочей машине в в офисе компании базальт спо исключенные из значит офисной сети чтобы вам не было видно какие там значит секретарше свои винду свои проли значит пропали и включенный в гостевую сеть вот проброшенные про все работа вот единственный недостаток варианта номер три если вы почечай не захотите все-таки пользоваться какими-то гуевыми редакторами чем-то таким бы не какой-то какой-то каким-то гуи понятное дело что здесь вас гуи ну это секью решал дает терминальный интерфейс вот правда помимо вима там есть еще всякие странные редакторы типа микро вот он такой прикольный на самом деле но он развесистый вот я не умею пользоваться совсем если что я здесь даже не знаю как из него выйти о спасибо есть на на есть конечно вим хам провернуты ну в общем вот такие дела значит все давайте вы задавайте вопросы тут вот есть вопрос в в чатике автоматизации сборки за скрипты для загрузки необходимых модулей а папа после компиляции кода нет автоматизация спорки это гораздо более интересный и гораздо более развесистый процесс мы будем этим заниматься по крайней мере частично вас ваши вопросы пожалуйста все все уже и так сварились слишком много слов слишком мало дела в следующий раз будет дело обещаю значит домашнее задание обеспечить себе доступ к клинок системе в течение недели напоминаю что на всех моих лекциях оценка домашних заданий следующие решенные в первые шесть дней получают 100 баллов умноженные на оценку которую вы за это получили решенные в следующую неделю 50 решенные в оставшееся время 25 то есть до решить все задачи лучше чем их не решать нет их лучше решать вовремя вот это сделано ровно для того чтобы в конце семестра не приходили люди не говорили а я вот тут случайно решил не все значит там 45 задач по питону да заштите мне пожалуйста ну понимаете это это возможно вы в сентябре верите что вы в декабре решите 20 задач по линуксу а я не такие дела это исключительно гуманная мера просто чтобы вот держать всех в тонусе вот значит заведите себе публичный гид репозиторий то есть такой чтобы можно было закид конец научить все гид конец пушить в него если вы этого все еще не умеете вот и вот сюда вот вышью зарегистрируйтесь как пользователь а тут уже есть люди всем людям привет правильно сделал вот значит главное что вот отсюда можно было значит я мог бы не я мои роботы могли бы сделать гидку это не мои роботы это программное обеспечение написанное студентами нашего факультета который когда-то у меня там делали в рамках стажировки в компании базальтис по между прочим вот я вышиб деньги из базальта что для факультета сделали систему проверки домашних за такие дела ну вот кстати кстати она сейчас бесхозно если кому интересно присоединяйтесь в базальтом денежки заплатить я не хочу это кот на питоне вот написаны двумя сумрачными гениями вот так потираете руки как будто вы не как будто вы первый раз жить к никогда в жизни чужого кода на питоне не читали похоже что не читаю извините это нет ну вот собственно все до репозиторий ваш может быть где угодно вот утоми чем я спрашиваю там а стоит ли пытаться изучить всю документацию погиту вопрос цели дорогой максим возможно и стоит она не такая чтобы все умерли от того чтобы изучаете другое дело что читая документацию погиту вы начнет на такие ситуации возникающие в процессе разработки которые вы в жизни наверное никогда и не видели и вы вряд ли вам вряд ли это что-то даст да когда он скажет что с помощью гита можно сделать какие-то страшные многосторонние слияния пока вы сами не попробуйте руками вы не поймете зачем он для других вот значит всем кто как-то захочет получить аккаунт вот сюда просьба выслать мне в личку открытый сссх ключ который я размещу там вот и собственно на этом все вот это относительно домашнего задания значит сегодняшнее домашнее задание как вы понимаете не будет учтено у него нету оценки вот а следующее домашнее задание как мы уже видели в том числе значит потребует публикации вашего решения в гид и соответственно там уже будет автоматическая оценка ой ну вот человек удалил свой вопрос а я между прочим на него ответил почему на удалю стесняется а понятно так это когда баг реквест клоузин да может быть может быть значит давайте я закончу раз уж у нас все закончилось смотрите большая просьба у нас на лекциях разговаривать можно главная просьба разговаривать не тише чем я потому что если вы разговариваете ну если что-то там нужно что-то сказать говорите это чтобы слышали все что-то умные придумали говорить если вы придумали что-то такое что вы стесняйтесь сказать громко подождите до конца лица пожалуйста вот или она совсем не относится к делу вот я например очень люблю когда вот звучит звучит диалог вот это очень важно мне нужна обратная связь вот люди вот продолжать разговаривать тихо стыд вам и позор очень плохо слышно все да и не стесняйтесь я пытаюсь вот у меня сегодня был травматический опыт на практиками все еще есть люди которых в школе запугали сказали если вы задаете вопросы значит вы дурак нет наоборот в худшем случае если вы задаете вопросы значит тот кто вам перед этим все объяснил дурак потому что вы не поняли все вопросы надо задавать мы не должны уходить с процесса обучения с ощущением что вы чего-то не поняли могли спросить но не спросили это это потерянное потерянное время пожалуйста что-то непонятное нужна информация спрашивать у нас есть для переход на альт-линокс пользователь тебя он будет безболезненным переход с одного дистрибутива на другой никогда не будет безболезнен уж извинить слишком много специфики которую вы зная один дистрибутив считаете основой мира потом выясняется что нет в соседнем среду основы мира совершенно другие значит у нас есть как вы узнаете наверное уже у нас есть чатик в телеграммке общий там где тысячи пользователей но там есть тренды там есть трет отдельно по linux сетям в этом году он по сетям приходите туда все вопросы про лекции про linux проси который вы хотите задать лично мне не пишите мне в личку пожалуйста пишите это в общий часик до напоминаю общий принцип если у вас есть какая-то непонятка скорее всего это значит что я плохо объяснил и ваших товарищей тоже есть непонятка но они стесняются сделайте доброе дело вашим товарищи задайте этот вопрос вот никто шеймить вас за то что вы задаете вопросы не будет этого мне школы это университет вот все я сказал все еще вопрос ну вам ты так все ясно конечно это вот мой студент сидит значит окей значит тогда встречаемся здесь же через неделю как видите еще немножко свободных и и мест есть если кто-то из ваших товарищей интересуются этим делом приходите сразу скажу вот эти задания будут включать в себя самостоятельные чтение документации поэтому не хочу никого обидеть здесь присутствующих но кажется мне что количество людей в концу семестр уменьшится поэтому чем их будет больше к началу семестр тем их больше останется в конце так что приглашайте своих людей все все всем спасибо да 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 лекции эти прямо сейчас транслируются в youtube этот запись ю тубе разумеется никуда не денется и по как я уже сказал отвечая на первый вопрос после того как будет сделан монтаж он выложится на яндекс диск для тех кто с ютубом не справился все во всем спасибо до встречи через неделю